Всем привет! Сегодня у нас снова эволюция, но на этот раз это естественный отбор. Я сделал некоторую симуляцию естественного отбора, пробуем с ней поиграться и посмотрим, что интересного из нее можно узнать. Для начала я сделал вот такую вот идеально нарисованную бактерию и добавил ей еду. Когда она видит еду, она к ней идет и съедает ее. И она постоянно идет к ближайшей еде, и когда она съест достаточное количество еды, она делится. А когда она не ест долгое время, то она умирает. Вот такие вот простые правила, но, конечно же, на них нужно посмотреть в большем масштабе. Вот у нас точно так же есть бактерия. Она съедает еду, и когда она съест достаточное количество еды, она начнет делиться. И все эти бактерии тоже начнут делиться, но это медленно, поэтому ускорим. И в некоторый момент бактерий становится вроде бы достаточно много, и еда появляется не так быстро для них, и кажется, что их численность, наверное, должна начать падать, потому что их уже слишком много, а еды не так много. Но чтобы это проверить, нужно запустить то же самое заново, только на этот раз я буду строить график, и таким образом проверим, падает их численность или нет. Запускаем все заново, добавляем на этот раз график, и вот бактерии начинают делиться, их становится больше, видно внизу график, как он экспоненциально растет, и потом замедляется. И вроде бы он немного снижается, но вроде бы и не очень. Попробуем ускорить это еще сильнее. Получается, что их популяция тут вышла на некоторое устойчивое значение, и дальше не снижается. И можно заметить, что естественного отбора тут, в общем-то, пока нет, потому что отбирать нечего, потому что все бактерии одинаковые, и у них нет никаких генов, которыми они могли бы отличаться. А вот теперь давайте добавим им эволюцию. Для этого создадим один единственный ген для начала, это будет скорость. И скорость может увеличиваться или уменьшаться. Каждый раз, когда бактерия делится, но, кстати, технически она не совсем делится, потому что она не делится на две новых, а она как бы отпочковывает новую, а старая остается. Получается, это скорее почкование, но неважно. В общем, новая бактерия может получить либо меньшую скорость, либо большую скорость, ну, либо такую же. И посмотрим, какую скорость со временем они приобретут. Ну и, конечно же, большая скорость всегда будет лучше. Поэтому, чтобы усложнить им задачу, пусть в зависимости от скорости им нужно будет больше еды. То есть, чем больше у бактерии скорость, тем чаще ей нужно есть. И как бы быстрее у нее тратятся вот эти вот запасы еды. Внизу у нас опять находится график численности популяции, а здесь у нас распределение скоростей. Вот это скорость, которую я им изначально задал. И видно некоторое распределение, то есть, уже есть скорости меньше, есть скорости больше. И давайте запустим, посмотрим, что будет дальше. И тут видно, что скорость у них, в общем-то, растет. Даже несмотря на то, что им нужно больше еды теперь, чтобы передвигаться. И еще можно заметить, что с увеличением скорости у них падает численность. Раньше численность была больше, а теперь им нужно больше еды, и они больше конкурируют за эту еду. Потому что им нужно теперь быть быстрее, чтобы съесть эту еду первыми. И получается, они наращивают скорость, даже несмотря на то, что это вредит вроде бы популяции в целом. Потому что численность популяции в целом падает. Но у той бактерии, у которой выше скорость, у нее выше шанс съесть больше еды, соответственно, выше шанс размножиться. И вот эти вот гены, они передаются дальше. Получается, у этих генов больше шанс передаться в следующие поколения. Даже несмотря на то, что из-за всего этого в целом популяция уменьшается. Тут хорошо подходит фраза «эгоистичный ген», которая пошла из названия такой книги. В которой, кстати, впервые было придумано слово «мем». Так что это очень важная штука, историческая. И запускаем симуляцию дальше. Опять же, видно, что их численность выходит на некоторые более-менее стабильные значения. И видно, что они разделены на некоторые такие небольшие популяции, которые, правда, довольно размытые. Но при этом до сих пор существуют как бактерии с небольшой скоростью, так и бактерии с большой скоростью. Просто тех, у кого большая скорость, их больше. То есть тут можно сказать, что им наращивать скорость выгодно. С другой стороны, можно сказать, что просто изначально я задал слишком низкую скорость для них. И если бы я задал, например, скорость выше, чем тады, которые они сейчас развивались, то они бы эту скорость, наверное, снижали. Давайте, чтобы им еще усложнить условия, попробуем сделать, чтобы увеличение скорости требовало еще больше еды. То есть еще больше, чем это требуется сейчас. Теперь мы запускаем и видим, что скорость у некоторых повышается, но у большинства она снижается. И она все снижается и снижается, и при снижении скорости внезапно очень сильно растет их численность. То есть получается, что мы усложнили условия, но из-за этого численность популяций возросла. Вот это вот очень неожиданно, контринтуитивно. А теперь смотрите, еще небольшой эксперимент. Уберем пока на время все мутации, и пусть у нас будет две популяции изначально. Это синие бактерии и красные бактерии. При этом синие бактерии и красные бактерии ничем не будут отличаться друг от друга. Вообще ничем. Ну правда, при размножении синие будут создавать новых синих, а красные новых красных. Но в остальном они ничем не отличаются. И посмотрим, как меняются их численности. Видно, что вначале очень сильно растет количество и синих, и красных. Но потом в какой-то момент можно заметить, что количество синих падает немного. А количество красных в этот момент немного вырастает. Потом количество красных начинает падать, а количество синих начинает расти. Это происходит потому, что еда у них общая, и когда они эту еду едят, они начинают делиться, а когда они не едят эту еду, то они умирают, и поэтому они неявно связаны через еду, вот эти вот две популяции. И получается, у них такая есть некоторая обратная корреляция, потому что в тот момент, когда одна популяция съела больше еды, и график у неё пошёл вверх, значит, что второй популяции еды в этот момент не хватает, соответственно, её график идёт вниз, и наоборот. Тут вот ещё видно момент, где, например, на синем графике есть некоторый скачок, а на красном это никак не отразилось, потому что тут нет прямой связи, всё-таки связь некоторая такая косвенная, и эти графики не обязаны как-то полностью зависеть друг от друга. И через некоторое время синих становится больше, а красных становится совсем мало, и ещё через некоторое время красная популяция совсем вымирает. Но это всё, конечно же, происходит довольно случайно, то есть на самом деле синяя могла бы быть вымершей вот этой вот популяции вместо красной, но вот так просто получилось. Давайте опять поменяем условия. На этот раз красные уже будут отличаться. Теперь красные – это хищники. Они не могут есть обычную еду, но они должны есть синих. При этом, чтобы изначально красные не съели всех синих, вначале хищников не будет. Вначале всё начнётся, как обычно, с одной синей бактерии, а потом у неё есть небольшой шанс, около 2%, что при делении она создаст красную бактерию. Таким образом, когда-нибудь появятся красные бактерии, и посмотрим, как они будут сосуществовать. Вот количество синих экспоненциально росло, и в какой-то момент видно, что появилась одна красная бактерия. И она начинает есть синих, она начинает быстро делиться, и красных становится всё больше и больше. И видно, что красный график начал немного расти, а синий график в этот момент стал очень резко падать. И в какой-то момент красные съедают просто всех синих, у них не остается еды, и они почему-то начинают биться головой об стенку. Не знаю почему, хотя я их программировал. Но мне лень разбираться, почему так происходит. Кстати, весь код на гитхабе, там ссылка есть в описании, если кому интересно. Красные съели всех синих, у них не осталось еды, и они сами же вымерли. То есть, получается, что теперь не осталось никаких бактерий, ни синих, ни красных. Я пробовал запускать подобную симуляцию много-много раз, и всегда красные съедали синих, и сами же из-за этого вымирали. И это происходит, в общем-то, потому что просто слишком мало пространства. Конечно же, в таком ограниченном пространстве, если появляются хищники, то они всех съедают. Нужно увеличить масштаб, я запускаю новую симуляцию, вот с таким вот очень большим масштабом. И тут красные не могут съесть полностью синих, потому что просто для синих есть очень много места, где они могут находиться. И смотрите, что мы видим на таком масштабе. У нас каждый раз, когда повышается количество синих, за этим следует повышение количества красных. Потому что синих стало много, а значит, у красных много еды. Красных становится много, и из-за того, что красных много, теперь синих становится мало. Но после того, как синих становится мало, у красных опять становится мало еды, и красных, соответственно, становится меньше. Из-за этого синих опять становится больше. Видно, что постоянно вот идут такие качели. При этом повышение количества красных немного отстает от повышения количества синих. А от повышения количества красных немного отстаёт понижение количества синих. И получается вот такое вот сочетание графиков, примерно как синус с косинусом, только в более кривом виде. Это, кстати, не единственный способ, как можно сохранить популяцию. Ещё можно без увеличения масштаба сделать, чтобы красные просто выбирали еду. Например, пусть они выбирают тех синих, у которых мало еды, которые мало ели. Получается, они не будут съедать тех синих, у которых много еды, которые могут размножаться. То есть они будут съедать только тех, кому не хватает еды, которые так бы вряд ли уже размножились. И если мы запустим, то таким образом популяция у нас будет сохраняться. И вполне можно предположить, что если бы у нас был бы очень большой масштаб, и была бы масштабная эволюция, где у нас все параметры могли бы меняться, а не только какие-нибудь там, которые я определённый задал, то в качестве такого параметра могла бы быть действительно некоторая выборочность. То, кого есть. И таким образом популяция могла бы сохраняться, потому что иначе они вымирают. И когда мы смотрим на больших масштабах, какие-то части популяции выживают, какие-то нет. И получается, сохраняются только те, которые выбирают эту еду. Кстати, можно дать понять алгоритмам Ютуба, что подобный технический либо научный контент можно ранжировать выше. И для этого нужно поставить лайк под этим видео. И может быть даже подписаться. Ну, а на сегодня у меня всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok